Давайте продолжим говорить, Дмитрий Точетович, про тему санкций. Большой блок вопросов посвящен, конечно, именно этой теме. Мы видим, как в последнее время из тех новостей, которые были накануне, и введен запрет на экспорт золота США, и активно очень обсуждение тут с Западом по запрету российских энергоносителей. Вот в этих условиях, как себя чувствует российская экономика, зарубежная экономика, ну и перспективы какие? Об этом мои коллеги неоднократно говорили, и президент выступал, в том числе и на площадке нашего Петербургского экономического форума. Санкций очень много, беспрецедентное количество. И очевидно, что эти санкции приняты, и я только тоже об этом говорил, именно с целью причинить максимальный экономический вред нашей стране. Этого не скрывают государства, которые их ввели. Как, собственно, для нас совершенно очевидно, что вот эти квази-санкции, если их рассматривать с точки зрения Устава Организации Объединенных Наций, поскольку они не являются международно-правовыми санкциями, признанными санкциями, тем не менее они приняты на очень длительный срок. И из этого должна исходить вся будущая политика нашей страны. Вот санкции действовали в отношении Сербии определенное время назад, значит, и они прекрасно знают, что это такое. Если вспоминать санкции, введенные против Советского Союза, то они действовали десятилетиями. Некоторые из них продолжили свое действие уже после распада Советского Союза. И их не собирались отменять. Поэтому мы исходим из предположения о том, что эти санкции введены на абсолютно длительный период. С точки зрения исторических перспектив очень надолго. Именно поэтому наша экономика должна приспосабливаться к новым условиям. Решения об этом приняты. Приняты президентом. Этим занимается правительство. Это сложная задача, скажем прямо. Здесь нет линейных рецептов. Есть сферы, в которых мы за последние годы достигли весьма неплохих успехов с точки зрения независимости от мировой экономики. Есть сферы, где нам необходима кооперация и где нам нужно обязательно получать дополнительные компетенции. То, что у нас принято называть импортозамещением. Естественно, по всем этим направлениям должна быть развернута работа. Но, наверное, это все-таки не совсем тема нашего сегодняшнего разговора. Я уверен в любом случае, что в результате введения вот этого рода большого количества ограничений мы из этой ситуации выйдем просто более сильными.